Всем привет дорогие друзья, с вами снова Ярик и сегодня я хотел бы провести более комплексный, более целостный обзор ноутбука Acer Aspire 5750J. И собственно сначала я хотел бы вам показать, потому что было очень много вопросов в личку, что вообще, как разгоняется видеокарта. То есть для разгона вам нужна программка MC Afterburner. В общем мы ее запускаем. GT540 видеокарта, которая установлена в этом ноутбуке, способна разгоняться до довольно высоких частот. Сейчас я вам покажу до каких точно. Как программка грузится. Вот у меня стоят сейчас частоты, как вы видите на дефолтах. Они стоят 672 и 1304 и 800 к памяти. Я их разогнал по ядру до 800 и по памяти до 900. Принимаем. Ну и в общем на этом разгон закончен. Давайте уже приступим к самим играм. А начнем мы пожалуй с обзора и теста игрушки Dirt 3. Графические настройки вы можете сейчас видеть на своих экранах. Все настройки стоят на абсолютно высоких. DirectX 11 конечно же включен. Ну давайте уже начнем игру. Как вы можете видеть FPS пока что на уровне 40. При такой графике я считаю это отлично. Ну и чтобы хоть как-то разнообразить этот геймплей, я расскажу вам немного о игре, так как обзоры я не делал. Серия Dirt зародилась уже довольно давно. По-моему года 4 или 5 назад. Точно уже не скажу. И представлял собой такую смесь раллийных гонок с разными дисциплинами. То есть если первый Dirt был более углублен в раллийные гонки, то сейчас они как-то его более обаркадили и оконсолили. Вторая часть Dirt вышла по-моему в 2009 или 2008 году, уже точно тоже не скажу. И предлагала игрокам замечательную графику с отличным геймплеем. Третья же часть вышла в этом году, где-то месяца 2 назад. И предлагает собственно все то же, что и предлагал нам вторая часть Dirt. То есть и такую же графику и все. Немножко конечно же все это улучшили. Но однако добавили и уравновесили геймплей. И сделали... мы получили Dirt 3 таким, каким мы хотели бы видеть Dirt 2. То есть отличная игрушка с отличной графикой и довольно увлекательным геймплеем. Ничего хардкорного нету, все довольно аркадно. Но порой как не хватает этой аркадности в играх. Так что действительно скоротать вечерок за этой игрушкой не просто можно, а даже нужно. И оптимизация не подкачала. Без патчей, я никаких патчей пока не устанавливал, игра идет очень плавно. FPS не падает ниже 38 при отличной графике. И это все на ноутбуке. Так что если вы владелец Acer Espy R5750J, то играть в Dirt 3 вы смело можете на высоких настройках. Ну а следующим, так сказать, подопытным станет Need for Speed Hot Pursuit. Отличная игрушка от Electronic Arts и отличное продолжение серии Hot Pursuit. Ну давайте уже посмотрим. И сразу хочу сказать, что сейчас я вам покажу. Настройки сейчас у нас высадены, опять же, на самые высокие возможные в этой игре. И производительность просто удивляет. Зайдем сразу в настройки и... Собственно вот все на высоком, как вы можете видеть. Ну да ладно, давайте уже приступим непосредственно к самому геймплею. Опять же, по ходу игры я буду немножко рассказывать о ней. Ну и показывать, собственно. Надо выберем свободную гонку. Итак, пока она загружается, я расскажу. Серия Hot Pursuit зародилась уже довольно давно. Игрокам предоставляли отличную возможность уезжать от полиции, скрываться, нарушать правила. И ездить на самых лучших машинах вообще. Только только существуют суперкары. То есть, все, что душе угодно. Огромное количество машин. Уровень беззакония зашкаливал. И, конечно же, полиция. Преследование полиции тоже разнообразило геймплей. Hot Pursuit, вот это, которое вышло, вышло в 2010 году, осенью. И все думали, что же может быть? То есть, будет ли это тот же самый Hot Pursuit? Или же его, опять же, оконсолят, как и все остальные игры? И что я хочу сказать с уверенностью? Тот драйв, который был в первых частях Hot Pursuit, остался и здесь. То есть, те же, та же преследование полиции, вертолеты, они нас пытаются состанить разными способами. Огромное количество машин и замечательная графика. Все это в купе составляет отличную игрушку. Мы можем наслаждаться этой игрой бесконечно. Помимо миссии, там, от приседания полиции, и можно играть так и за полицию, так и за гонщиков. Так вот, помимо этого, у нас есть режим свободной поездки, как вы сейчас увидите. Заключается он в том, что вы выбираете любимую вам машину, выбираете местность и гоняете. Просто замечательно, ездите в свое удовольствие. Есть смена дня и ночи, смена погоды. И огромная территория, разные. Здесь есть и снежные территории, и пустынные, и города. То есть, все, что душе угодно. Отличная графика, как вы можете разведеть. И замечательная оптимизация. 60 кадров идет ровно, на максимальных настройках. И это все на ноутбуке. При этом, отличный геймплей буквально будет держать вас постоянно у экрана монитора в драйве. И можно с уверенностью сказать, что если вы являетесь, опять же, обладателем Acer SPR 5750J, вы сможете насладиться Need for Speed Cut Pursuit на максимальных настройках при 60 кадрах в секунду. И посоветовать играть в эту игрушку я могу всем. 1 фпс. Вот это. Именно с такой фразой вы можете встретить игру Crysis 2 с DirectX 11 и улучшенными текстурами. Ну, конечно же, это была шутка. У нас 5. Итак, как вы можете знать, улучшенные текстуры и DirectX 11 вышли буквально на этой неделе, в понедельник. Действительно, графика стала, как вы можете видеть, лучше. Текстурки тоже покрасивее стали. Не знаю, видно вам это или нет. Но в целом, игра стала выглядеть намного бодрее и живее. И вся эта консольская херня пропала. Настройки графики стоят на кастомных. То есть я сам подстраивал под свой ноутбук, как мне надо. Фпс падает довольно не сильно. Где-то в среднем до 30. Но играть возможно вполне. И замечательные графики, это просто замечательно. А ведь еще есть мультиплеер, в котором и фпс практически не просаживается. И, как вы можете помнить, даже с лучшими текстурами он меньше 40 не опускался. Вот это фейл. Фу, да ты крыса. Ну а что поделать, если нету патронов? И я же играю в ноутбуки. Ладно, все это довольно печально. Действительно, это все очень печально. Ну да ладно. Так, как я говорил раньше, мы же обсуждаем не мою игру, а геймплей и производительность. Ой, я где бы не взять гранатомет? Да. В общем, как вы могли видеть, даже в таких сильных замесах фпс не падал ниже 30. А при спокойных местах он в районе 40. То есть играть довольно удобно и вообще возможно. Даже при улучшенных текстурах, которые стали действительно замечательными. Я не могу ими не наладиться. Ну да ладно. Даже с улучшными текстурами и Dairon TX 11, хотя я что-то кристилляции здесь как-то не заметил, но да ладно. Играть вполне возможно. А без него и вовсе с разгоном кадры не падают ниже 50. Так что если вы обладаете Acer Spire 5750J, то поиграть в Crysis 2 с улучшенными текстурами не просто можно, а даже нужно. Итак, подводя итоги нашего тестирования, можно с уверенностью сказать, что Acer Spire 5750J является одним из лучших, наверное, ноутбуков в категории в районе 30 тысяч. Так что если вы имеете 30 тысяч, не знаете какой ноутбук купить, то покупайте Acer Spire 5750J. Благо много комплектаций есть и с Core i7, и с Core i5. То есть вы можете, даже покупив этот ноутбук, играть в самые современные новые игры с высокими максимальными настройками. Ну и это еще не все. Мой маленький обзор мы закончили, и если будут еще какие-то игры вас интересовать, то пишите в личку, я буду делать еще один обзор. Но хотелось бы еще сделать маленький анонс моей новой передачи. Я помню, если вы помните, я уже упоминал о ней. И так вот, 7 июня у нас не получилось, и передача выйдет, скорее всего, в эти выходные. То есть она уже готова, нам осталось ее только подредактировать. В общем, ждем, пишем комментарии и подписываемся на мой канал. Всем пока и до встречи. Ну вот, Эспайр-то завис. Отлично. Да не смотрим, не смешивай это. Это ошибка, это не я, это пиратская версия. Все, выкидывай свой хлам. Да все, отлично. Меняем компьютер. Бля, сука, он не закрылся. Да пизда. Че за нахуй? Куб у тебя слабый. Сука, он не закрылся. Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok